как бы гамма по гаммам то есть вот по гаммам если мы берем просто чисто по гаммам вот допустим восьмушки там триоли 16 или там уже если уже уже более продвинутым я еще раз повторюсь так что было можно погромче чтобы понятно было значит первое упражнение это значит использование вот этих гласных букв значит и мы делаем это второе упражнение это как бы на на гаммах уже ну это я 16 уже берут ну так чтобы было понятно потом можно можно это расширить это уже контракта вы а вот это с лице вот это она она как бы у меня произвещение в русском про решение с мы делаем кончиком языка больше я думаю что имеется ввиду больше что середина языка то есть для начала надо найти правильную вот эту букву с потому что просто это у меня язык сам делает как бы вот кончиком я делать если я его ставлю к нижним зубам и может ничего не остается делать как вот именно серединой надо найти сначала вот эту правильную позицию перед буквой c вот вы мне говорили что вот эти первые занятия на ей и е е е е е е буква е е е и вот это создание как бы сопротивление воздухом вот этот звук когда вы на е 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 и до седьмой позиции второе упражнение это и так дальше до седьмой позиции следующая и так до седьмой позиции самая структура то есть остается это все на ноги и идет как бы на сплошном выдохе на сплошном гудке очень важного твари а там получается ты начинаешь дышать полной грудью потому что там всего как бы ну если все стоит и ты знаешь что тебе не надо париться что как тебя берется первая нота она просто берется из без языка вот с таким вот вот таким эффектом там слышно вот это без языка то есть вот это идет чисто это без языка а 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 Да, она чувствуется, что управляемость очень в таком нюансе. Не надо распыляться, не теряешь много энергии, а просто знаешь, как тебе. Ты хочешь, и вот так ты подчиняется уже все. Проявляется, я бы сказал. Не столько подчиняется, но просто проявляется то, что ты задумал. Ну вот эти упражнения, которые вы играли, вы мне скидывали аудио. Я записал их и выложу в группе, чтобы не подбирать. Было конкретное упражнение, и можно будет послушать, как Анатолий играет. Но это как бы второй этап. Получается, первый этап, желательно какое-то время, неделю, может быть, кому-то месяц понадобится позаниматься. Вот именно на сухую, как Анатолий говорит. Но для того, чтобы нормально заниматься, надо все-таки, чтобы человек понимал четкий процесс. То есть вдох получается на Е, уже вот в этой позиции. На, уже на этой позиции. Е, е, е. Вдох не как обычно, вот с полностью открытой гортанью. А вдох на Е. И вот эти все упражнения, получается, изначально вот, то, что вы Анатолий дали мне, вот эти е, е, е. Ну, вот я занимался, но я почему-то сразу к тромбону пошел, потому что это как все делают. И надо было сначала просто походить, попеть какие-то мелодии, вот на е, 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 чтобы вот это вот сопротивление буквы Е было в воздухе, и его надо было почувствовать, да. Это вот вроде позиция уже правильная. И потом уже это из позиции Е, е, с, 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 находить эту букву С или С, вот которая вот, что это было не как кончиком языка, а серединой, а кончик языка лежал у низных зубов. Вот это вот, получается, вот только в этом случае вроде мы идем правильным путем. Не вот так. Да, да, да. Я думаю, что это нужно, нам нужна, во-первых, и вся спинка языка. То есть, получается, как бы мы в самом нижнем регистре, вот, я уже тоже рассказывал, что в самом нижнем регистре там получатся как бы у нас по-другому, у нас не получается. То есть, нам нужно вот это, это е, е, там получается как бы по-другому, там открывается чуть больше, ну, как бы, челюсти открывается больше. Нам нужно, нам нужно вот этот раструб, который вот здесь, да, нам нужно создать его гораздо больше во рту, понимаешь, который язык становится облегает небо перед зубами который это через который как бы идет вот эта фокусировка через него идет фокусировка вот но если вы как бы когда мы вернем регистратор нам нужно больше уже вот этот с и вот почему я говорю что как бы шариком это это практические упражнения для но можно его конечно нахи делать воздухом можно попробовать вот попробую я хочу тебе попросить сделать нахи вот на дуть шарик на самом деле получается так что когда мы употребляем форлята язык он практически стоит в том же самом положении но просто мне не стан единственный момент что меня гонщик кончик вверху а вот да а и то есть солдат кончик нужно APP и как бы тогда он кого он начинает и тогда вот это эта место просто сдерживает а не кончится вот то есть но но когда перехожу на третка вот он меня опускается и я ей то есть он вообще начинает уже он как бы в этот кончик он уже встает за зубы за нижние он уже статичен и делать только вот в верхняя верхняя часть как бы делать вот эту штуку как самочувствие ничего ничего я тоже скажу даже даже очень получается автоматически мы выходим сейчас на верхний регистр то есть средний верхний регистр на 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 нахи получается у нас нижний регистр открывать то есть мы гораздо больше имеем там как сказать вот этот глубину это нужно как бы тренировать и так сказать две артикуляции нам нужно нужно чтобы мы во всех регистров артикулирует нам нужно оба для того чтобы можно было хорошо играть и в нижнем и верхнем еще одно я так заметил я не знаю как вы скажете по этому поводу что когда включаешь наушники с эффектом шумодава и ощущение такое появляется что как будто легче играть как будто включается ты слышишь вот эту середину как-то почему то может быть звучит плохо я не знаю но играть легче почему то чем когда я слышу объема значит почему ты не замечал что когда у нас обычно летала сидит за нами и когда летал играть и когда мы играем то мы практически их не замечаем я замечал что когда они очень громко играют и если он передалить это вот но сам факт том что у нас есть определенное давление изнутри мы делаем звучание которое но с металлами она давление создается мне здесь вот наподобие такой эффект который мы закрываем уши вот этот эффект слышим больше себя изнутри но вот это давление которое на как бы на стенке ушей она как бы создает еще минимально но если если это помогает нет я просто думаю что вот как почему то как вот эффект фурлата играть тоже как поварить уклоненных зубов оставить этот язык и там флата пытается делаться как бы середина языка легче соединение вот эти все получается и как-то лицо после этого такое правильно потому что только расслабились вот эти мышцы сразу по полу появляется какой-то вот усилие дискомфорт но это это очень очень близко и близко постановка языка потому что она там наверху она тормозит воздух тоже нам нужно достичь эффекта торможения воздуха и еще этот вот этот вибрации она она как бы позволяет чувствовать нету завихрений воздуха которые как бы в полости где то есть там фокусировку живет поэтому получается когда именно на этот р идет фокус ну как на с здесь и контролируешь почему мне кажется еще вот почему этот эффект наушников срабатывает потому что у тебя уходит внимание внешне и ты как бы ты не слушаешь и не анализирует свой звук внешне понимаешь ты как бы ты именно у тебя есть контроль будут ну ты спокойно и то есть тебя нет лишнего контроля да да ты как бы спокойно играешь и у тебя у тебя был ты можешь спокойно контролировать то что внутренне какой-то процесс и внешне тебя он совершенно не забудет поэтому ты просто играешь и на это не уходит большого внимания которое уходит когда ты начинаешь играть не с наушников начинаешь анализирует свой звук тем более здесь сидят люди да ты думаешь блин сюда это мне надо сейчас надо объем не сейчас какой-то что-то звук у меня блин я вчера играл было все здорово ну то есть понимаешь вот тоже ну как бы про то что у нас всегда беспокоен все это плохо вообще не то есть у него все это свои какие-то приколы которые если мы на нем на него ориентируемся так сказать замашки этого нам очень тяжело жить да это это все время мозг получается он оценивает оценивает и причем не в том качестве в котором нужно оценивать он оценивает хорошо или плохо мешать когда мы а когда мы оцениваем не только не только как бы игру хорошо или плохо а вообще поступки жизни когда мы оцениваем на хорошо или плохо но это какой-то это какое-то измерение такое знаешь нише которые нам не дает возможность реально взглянуть заменять понимаешь а потому что мы все время оцениваем посмотрим и и это же легко очень делать это плохой поступок да то есть но он плохой с твоей стороны, а когда ты встанешь на место человека, почему, говорят, встань на его место, ты скажешь, ну да, я бы, наверное, поступил так же, то есть, вот, вот, вот и все, и здесь, когда мы оцениваем себя, мне кажется, что нужно мыслить не оценивая, а как бы мыслить о том, что ты хочешь, ну, как бы хочешь, как бы донести, или, допустим, каким ты звуком хочешь сыграть, вот это вопрос, как бы мышления, который, ну, важен, и которым многие музыканты, такие уже, которые перешли на другой уровень, они как раз-таки говорят о мышлении, вот, больше, чем о технологии, вот, и мне кажется, что это как раз вопрос, просто, это вопрос мышления, почему вот эти наушники делают вот такой эффект. Здесь вот то, что, то, что я, еще раз, такой психологический эффект, как бы мы вот тоже с вами уже говорили, вот с Иванчиком тоже говорил, что есть две ипостаси у нас, через которые мы видим этот мир, мы воспринимаем этот мир, и через который, как бы, по которым мы ориентируемся, ориентировка. Ипостасия ума, вот, ум всегда, как бы, он беспокоен, он всегда ему что-то нравится или не нравится, он все время оценивает все, он хочет какие-то еще, может быть, еще какие-то варианты, все. И есть ипостасия разума, то есть разума, это более, как бы, такой духовная связь существует, да, вот, духовной энергии, где с ипостасией разума мы оцениваем мир более взвешенно, что ли, правильно, да, или мудро, ну, вот такие эпитеты можно туда привести. И вот, ну, как бы, ваша задача вот будет, как бы, для того, чтобы, ну, выйти на вот этот уровень разума, да, уметь распознавать в себе, с какой ипостасией я сейчас оцениваю, ну, происходящее, да, или как я вижу происходящее. Потому что оценка всегда исходит из уровня ума, уровня разума мы все время, мы наблюдаем, мы наблюдаем, как этот процесс разворачивается. Там нету, там нету такого, как бы, нравится или не нравится, там есть, ну, хорошо, если там даже что-то, как бы, не так хорошо, но мы, давай мы, как бы, это сделаем, попробуем сделать, чтобы это было гармонично, да, То есть есть такая тенденция гармонизации этого пространства или гармонизации тех действий, которые ты сам хочешь предпринять, или вот занимаясь, ты хочешь что-то достичь. То есть здесь очень, я вижу тоже огромнейший потенциал развития именно через вот эту призму понимания, где я сейчас нахожусь, с какого уровня я оцениваю то, что я сейчас делаю, или в отношениях, да, там, ну, допустим, там, супруга говорит, это самое, вынеси мусор, пожалуйста. А ты говоришь, а мне что-то это не нравится. Понимаешь, то есть если мы с этого варианта, это самое, то есть это не экологичный вариант, жизнь, ну, жизнь даже, да, если мы возьмем, потому что в нем есть очень много деструктивного. И кроме этого, еще если пойти разворачивать эту, так сказать, эту картину дальше, расписывать маслом, то там можно прийти к такому пониманию, что карма, именно кармические все завязки, они завязываются именно на уровне ума. То есть на уровне ума, если мы, как бы, начинали... Уголит ума. Совершенно верно. Да. Это никуда неизбежно. Да, поэтому, получается, если мы, как бы, выходим на более высокий, как сказать, на уровень разума, там у нас есть соединение, как бы, с сиреной, где мы начинаем, как бы, мы начинаем, как бы, мы начинаем, мы начинаем чувствовать, что вокруг нас происходит. У нас мы начинаем такие тонкие энергии, начинаем чувствовать, которые, как бы, которые нам подсказывают, вот, какие-то такие тонкие вещи, которые, вот, ты думаешь сказать что-то сейчас, с уровня ума я бы уже давно выпалил, а с уровня разума сказать, ну, да, хорошо, я тебя понимаю. Понимаешь, что здесь совершенно другая целеполагание, что ли. Вот, и от этого, как бы, ну, зависит очень много, насколько, насколько я, что я сейчас, как я вижу себя, вот, в том, что я, в том, что я делаю. Да, я, я, как сказать, вначале сказал, что, как, если мы читаем книгу, мы читаем книгу, или книга читает нас. Это тоже вопрос, вот, и здесь получается тоже такой, очень такая интересная фишка, когда мы начинаем оценивать, ну, как бы, не оценивать, а когда мы с уровня, вот, этого высокого уровня разума, мы начинаем видеть, вот, гораздо больше, вот, мы видим, вот, этот горизонт наших возможностей, да. Мы оцениваем, мы несем в мир, во-первых, гораздо, ну, такой, как бы, что ли, больше, больше мудрости, что ли, да, вот с этой мудростью какая-то доброта. Да, и наш мир откликается точно так же, потому что то, что мы посылаем, наш мир, это всегда зеркало, да, вот, то, что мы посылаем, то оно к нам приходит, скажешь, ау, откликнется, да, как в этом анекдоте, говорит, пришел, значит, встречаются два, ты сам, два чукчи, один, говорит, приносит медведя шкуру, да, вот, и это самое, и говорит, где ты, ты сам, ну, там, за горами, там, есть такая туннель, там, говорит, там, я, ты сам, я сказала у нас все туда вышел медведь его подстрелил и все и забрал принес пошел туда же значит приходит на костылях уже значит что с тобой там туннель такая я сказала оттуда электричка если как бы вот обобщить вы имеете за что ум это как бы более какие-то приземленные животные ты зашел в комнату тебе холодно ты чувствуешь но как бы разум он пример зачем пришел на тромбоне применимо инструменту ты взял за мелочи за всякие отвечает как большей степени а разум то есть ты взял тромбон тебе надо он думать набрать дыхание чтобы сыграть ну разуму думать так сейчас я издам вот эту красивую длинную ноту взял у тебя само получится ну как не так вот разум всегда оценивается в комплексе он видит что есть ниточка за которую ты дёрнешь и дверь откроется красной шапочке вот есть ниточка которая ты ее так аккуратненько дёрнешь и клубочек будет покатиться то есть понимаешь ну условно я аллегорично хочу привести пример вот поэтому получается мы как бы смотри получается как вот есть книга известного языка как его фамилия известного гольф игрока который там выиграл все турниры там всех времен и народов вот он он описывал описывает эту и называть по-английски и магинейш и маги национальность по-русски это можно как бы представление того варианта который ты хотел бы иметь и вот он описывает у него как бы был значит один турнир и он как бы зафутболил там как-то там мяч не туда ну как бы он залетел вообще в эти самые какие-то девыри там за куда-то там чуть ли не влез где-то куда этот где стояло дерево ну как бы его остался последний удар перед этим стояла перед ним стояла дерево и за ровно за деревом и он значит ему надо бить или он сейчас как бы он ударит и он выиграет или он проиграл все и это самое он говорит как же это сам как же могу дерево широкое еще значит еще одна одна сложность и вот он он описывает процесс создания своего удара он он просто начал представлять как должен лететь в этом вот при этих условиях мяч чтобы попасть в эту лунку и он себе представил что я должен так ударить что мяч должен лететь вот так и попасть в лунку и вот он себе там как сказать помедитировал помедитировал и вот он этот мяч бьет и он действительно он летит и попадает вот ровно облетел дерево он просто облетел дерево да и и и это это просто ну высший галатаж это высший галатаж но он от чего исходит он исходит прежде всего он себя не ставит на место что я вот такой крутой я вот сейчас как стукну и там без лунка сродни в таком варианте вселенная не работает с нами с нами члены работать если у нас есть связь с ней если мы имеем такой доступ а этот доступ он именно вот на этом ну на вот этом варианте где как бы ипостаси разума где мы соединение имеем тогда получается как мы вот с этой с этого варианта мы выходим мы рисуем себе желаемое будущее как как это должно случиться но это высший пилотаж это как бы на этом очень многие трактаты древние тоже описывают именно вот эти моменты почему именно так случается почему не иначе тоже интересная тема это целая тема для целого ролика можно запустить вот так что вот такие вот дела вот что что еще какие сейчас можно короткий тогда чтобы не были очень длинные видео что по происходит за счет того что воздух идет вперед есть даже такие я видел есть Я не знаю, как они это сделали, как-то какую-то микрокамеру вставили в мучту. Трубач играл в концерт, и видно, как губы открываются.